Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Вот мы с вами слышали сейчас коротенькое евангельское зачало о том, как в местечке Кесарии Филипповой пришёл Христос и у своих учеников стал спрашивать, за кого почитают его люди и как они сами считают, кто он. И вот тогда Пётр изрёк свою вот эту замечательную фразу «Ты Христос, Ты Мессия, Сын Бога Живого». Кстати, на этом месте есть такой указатель, и можно направить его на какую-нибудь страну, и он показывает этот текст на языке той страны, куда направляешь этот указатель. То есть можно направить в сторону Москвы, и там будет написана эта фраза по-русски. Вот. И тогда Христос сказал замечательные слова. «Ты Петрус», то есть «Ты от камня». «И на сей Петре, на этом камне, на этом высказывании я созижду церковь свою». Тут надо правильно понимать, потому что некоторые говорят, что как бы основа церкви – это сам апостол Пётр. Это немножко они неправильно читают этот текст. «Там по-гречески всё ясно, что ты от камня, а на сем камня, на этом высказывании, на сей Петре, созижду церковь мою». То есть вся наша церковь имеет как бы самый краткий символ веры, что Иисус – Он Христос, Мессия, Сын Бога Живого. Наверное, этого хватило бы для того, чтобы не придумывать других каких-то дополнительных расшифровок, во что же мы веруем, если бы люди имели больше любви и не было бы тех раздоров, которые возникали потом в церкви из-за различных ересей. Поэтому пришлось удлинять, удлинять это высказывание. В конце концов мы имеем тот символ веры, который вместе с вами будем петь во время божественной литургии, который стал уже таким очень длинным. И это не потому, что он такой длинный, что такая сложная наша вера. Он такой длинный, потому что так мало любви у нас. И поэтому приходится очень долго объяснять, чтобы нам не перессориться. Но вот сегодняшнее апостольское зачало, в нём апостол Павел рассказывает, можно сказать, кратко свою биографию и приводит очень много удивительных случаев и его преследования, и чудесного спасения, и даже его чудесного взятия до третьего неба, где он лицезрел святых и Бога. И это, конечно, удивительный отрывок к нему. Ничего не добавишь, не прибавишь. Вчера я вам рассказывал небольшой эпизод из жизни апостола Петра, который не входит в Писание Нового Завета, является таким преданием. А сегодня мне хотелось бы добавить несколько слов из другого текста апостола Павла, который мы сегодня не читали, но который тоже очень ясно говорит об апостоле Павле. В этом отрывке апостол Павел говорит о себе, что такую фразу «Стигмы Господа моего нашёл на себе». И здесь тоже есть много разных толкований. некоторые считают, что стигмы – это вот те следы от ран Христа, которые якобы были у апостола Павла. На самом деле, немножко не так. «Стигма» вообще в переводе с греческого означает «клеймо», ну или, как мы сегодня говорим, «логотип». И был такой закон. Мы видим отблески этого закона в проповеди Христа, когда он говорит «нельзя служить двум господам». Это закон был о том, что раб не может работать как бы у другого господина на себя. Ну, потому что его господин его купил, он его содержит, он его кормит, лечит. И поэтому, если он работает где-то на стороне, то эти заработанные им средства должен получить не он, а хозяин, поскольку раб принадлежит целиком хозяину. И поэтому существовал такой закон, что нельзя работать двум господам. И на тех рабов, которые подрабатывали где-то на стороне, то есть, считай, по тогдашним законам обкрадывали своего хозяина, им ставилось клеймо, чтобы всем было видно, что вот, ну, как вот на скотину ставили клеймо, так и тут. Что вот, это раб такого-то господина, и если он там выполняет какую-то работу для тебя, то надо заплатить деньги хозяину, а не ему. Так вот, когда апостол Павел говорит «Стигмы Господа моего ношу на себе», он тем самым утверждает следующее, что он клеймённый раб Господа, что что бы он ни делал, он работает только во славу Божию. Никаких других у него целей нет. И мы скажем, как же так? Ведь на самом деле апостол Павел был единственный из всех апостолов работающий, неосвобождённый служитель, как теперь говорят. Все остальные не работали, а кормились за счёт своей собственной миссии. Те люди, которым они проповедовали, те люди их и поддерживали материально, согласно тому, что, значит, служащий у алтаря, от алтаря же и припитается, и не заграждай рта валу молотящему. Но вот апостол Павел был необыкновенно щепетильным человеком. Он понимал, что туда, куда он идёт, к язычникам, что язычники могут всех этих тонкостей не понимать и могут искуситься, что вот он пришёл им что-то проповедовать, а потом собирает с них денежки себе на командировочные, на обед и транспорт. И поэтому он предпочитал оплачивать свою миссию сам. Поэтому он действительно работал. Работал на военно-промышленный комплекс Римской империи. Он шил военные палатки. Это был товар, который пользовался тогда спросом, и он хорошо зарабатывал, изготовляя эти самые палатки. И при этом, когда он говорит эту фразу «Стигма Господа моего нашего на себе», он заявляет, что его военная слава Рима абсолютно не интересовала. И что эта работа была, это не была его любимая работа, которая отдавал всего себя и свою душу. Нет, это был просто самый удобный для него способ зарабатывать эти средства, чтобы оплачивать свою миссию. Вот так до конца он оставался преданным Христу и тому делу, которому он служил, чтобы даже в этом деле идти, можно сказать, на ненавистную ему работу, вот, шить эти палатки, но чтобы иметь возможность проповедовать и не искушать тех, кому он проповедует. И ещё один эпизод тоже из послания апостола Павла мне хотелось бы вспомнить. Вот начинается сегодняшнее апостольское зачало словами «я еврей», «я, значит, израильтянин» и так далее, и так далее, вот. И когда он пришёл со своей общиной из язычников в Иерусалим, то, об этом написано в «Деяниях апостолов», то его не пустили в храм и сказали «нет, вот тут какие-то, значит, язычники, очень грязные, нечистые люди, надо, чтобы они очистились». Вот. И дали им срок какой-то на то, чтобы они очистились от своей скверны языческой. Всё-таки жили среди язычников, а те не то кушают, в дому животных держат, в общем, ужас какой-то. И что интересно сделал апостол Павел? Он сказал «я тогда буду проходить это очищение вместе с ними». Вот. И хотя его-то никто не отталкивал от этого храма, он как бы был привилегированным человеком, но он не хотел быть привилегированным среди своих учеников, и поэтому вместе с ними прошёл этот обряд очищения, хотя для него, скорее всего, это было, ну, как бы, унизительно. И ещё замечательные слова он говорил своим ученикам. Он говорил им, что «детки мои, много, говорит, наставников, но я, говорит, хочу, чтобы ваши наставники были не наставниками, а чтобы они были вам родителями». И он даже говорил им «я родил вас». И вот именно благодаря этим словам апостола Павла, мы все с вами помним, что в Писании написано «не зови никого ни отцом, ни учителем», но именно ради этих слов апостола Павла мы своих батюшек называем отцами, именно потому, что мы присоединяемся к апостолу Павлу и хотим, чтобы они были не наставниками нам, а добрыми и внимательными, и заботливыми, и любящими родителями. И вот сегодня, взирая на жизнь апостола Петра и апостола Павла, будем молиться, чтобы Господь нам дал хотя бы часть тех дарований и ту глубокую веру и преданность Христу, которая была у них у обоих. Аминь.